Факт первый. Норвегия в последние годы сильно упростила процесс трудоустройства иностранцев из СНГ. Исчезло требование обязательного наличия высшего образования. Плюс, сильно расширился список специальностей, на которые могут претендовать приезжие по любой профильной специальности. Например, я знаком и с поварами, и с пекарями, и с кондитерами, с варщиками, крановщиками, трактористами, которые неплохо зарабатывают в Норвегии и смогли оказаться в стране. Факт второй. Можно ли сейчас получить рабочую визу в Норвегию или как лучше сделать? В связи с COVID попасть сегодня в Норвегию по рабочей норвежской визе сложнее, чем это было в 2019 году. Гораздо легче приехать в страну по другой рабочей визе. Например, Польшу и искать работу уже на месте. Также таким преимуществом обладают граждане Румынии и держатели карты ВНЖ, собственники компании в ЕС и бизнес-визы. На что я хочу обратить внимание. Часто встречается выражение «работодатель сделает рабочую визу». Так вот, работодатель никак не может сделать визу. Единственное, что может сделать работодатель, это предложение о работе. Если вы получили такое предложение, то дальше все в ваших руках. Имея предложение о работе, ваша задача заключается в том, чтобы предоставить норвежскому чиновнику в Норвегии достаточно документов, подтверждающих, что вы специалист в данной области. То есть, если в теории работодатель может принять на работу и без каких-либо бумажек, основываясь только на том, что Мэн, например, показал, как он быстро чистит картошку, то чиновник захочет в этом убедиться посредством бумажек. И да, есть специальности, требующие сертифицирования, вся медицина, сантехники, электрики и так далее. Так что, если вы решили поехать искать работу в Норвегию, скажем, из Польши, кстати, билет из Гданьска до Осло обойдется в 10-20 евро, рекомендую взять с собой переведенный на норвежский язык пакет документов, который потребуется в службе занятости Норвегии. И это реально легче, чем сидя дома обзванивать норвежские фирмы в поисках контракта. Можно ли трудоустроиться без знания языков? Можно, но сложно. Многие начинают свой трудовой путь в составе бригады или группы, где есть русскоговорящие координаторы. Без знания иностранных языков получить прямой контакт и рабочую норвежскую визу, находясь в своей стране, к сожалению, нереально. Пользуйтесь лазейками. И их огромное количество. Кстати, если вы смогли договориться с норвежским работодателем, и он захочет вас взять, он 100% вас возьмет. Рассказы про то, что работодатель должен доказать, что никого не нашел в ЕС – чушь. Ничего он не должен. Просто в анкете есть вопрос о том, искал ли он кого-то из местных. Да, искал. Но доказывать он ничего и никому не должен. Вы в Норвегии? Поздравляю! Где искать работу? Вот вам сайт миграционной службы Норвегии. Биржа труда, на которой выкладывается масса вакансий по всей стране. Вот самый крупный коммерческий сайт с вакансиями. И еще здесь же на сайте можно найти квартиру в аренду. Всем удачи! Будем рады вас видеть в Норвегии! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...